Пенициллин получил свое название от плесневого гриба пенициллум нататум. Серозеленый пушок пенициллума появился в чашке Петри на заваленном грязной лабораторной посудой столе биолога Александра Флеминга. В то время Флеминг лихорадочно искал средства, способные бороться со стафилококком. Этот микроб был настоящим бичом в госпитале Первой мировой. Даже незначительные раны он превращал в смертельные и приходилось проводить десятки тысяч ампутаций. Уже больше года продолжаются непрерывные воздушные атаки Лондона. Все силы Великобритании брошены на то, чтобы выжить. До науки никому нет дела. Но Флори настаивает. Работа по пенициллину необходимо продолжить во что бы то ни стало. Он свято верит, что в мясорубке Второй мировой войны тысячи раненых солдат спасет только пенициллин. Профессор начинает переговоры с американцами. Получает подтверждение о готовности финансировать этот проект. И немедленно отправляется вместе со своим помощником Хэтли в Соединенные Штаты. Взяв с собой самое ценное образец неочищенного пенициллина. Правительство США направило огромные средства на реализацию проекта. Уже в 1942 году девять американских фармацевтических компаний наладили производство чудодейственного лекарства. Когда количество наработанных единиц пенициллина перевалило за миллиард, союзники решились наконец-то на открытии Второго фронта. Его оттягивали не только по политическим соображениям, но и за опасения, что пенициллина не хватит на всех раненых. Видавшим виды военным хирургам, пенициллин казался настоящим чудом. Раны у солдата рубцевались буквально за считанные дни, без осложнений, без гноя. При высадке союзников на Сицилии в 1943 году потери фашистов были на уровне Первой мировой войны. То есть из каждой тысячи раненых 150 человек погибало от газовой гангрены. Смертность от газовой гангрены у американцев и англичан отсутствовала вовсе. За всю историю человечества не было в мире лекарства, которое спасло бы столько жизней. Для победы во Второй мировой пенициллин сделал больше, чем 25 дивизий. Именно так было сказано в 1945 году при вручении британским ученым Нобелевской премии за открытие пенициллина. Сам пенициллин по настоянию Флеминга не был запатентован. Однако технологию его производства во время войны успели запатентовать американские фармацевтические компании. Флеминг был крайне возмущен. Он считал, что лекарство, которое спасает жизнь, не должно служить источником дохода. Этот антибиотик показал исключительно высокую активность и эффективность при лечении раненых на полях Великой Отечественной войны. Раненые получали своевременное лечение пенициллином. Тяжело раненые избегали ампутации и могли возвращаться в строй в течение месяца. Однако эйфория врачей и ученых продлилась недолго. Сразу после войны появились сообщения о госпитальных инфекциях, вызванных разновидностью золотистого стафилокока. Резистентный, то есть устойчивый к пенициллину. Вслед за стафилококом к пенициллину стали приспосабливаться и другие бактерии. Узнав об этом, Ховард Флори сказал, Антибиотики надо назначать только когда речь идет о жизни и смерти. Они не должны продаваться в аптеках, как аспирин. Но уже в 1946 году антибиотики появились в свободной продаже. И это спровоцировало появление нового поколения микробов. Ученые изобретали очередной, более сильный вид антибиотиков. Микробы в ответ становились еще сильнее. Вскоре разработка антибиотиков превратилась в настоящую гонку вооружений. Мы живем в эпоху бактериологической войны, хотя это звучит очень страшно. Но это не война одной нации с другой, а война человека с микробами. По официальным данным, уже сегодня 60% микробов абсолютно нечувствительны к основным антибактериальным препаратам. В больницах США ежегодно умирает около 14 тысяч человек из-за того, что им не помогают антибиотики. Антибиотики действуют таким образом, что они убивают сильные бактерии, но оставляют слабые. Но и слабые бактерии способны к колонизации. Они перерождаются в более развитые формы, и их сопротивляемость антибиотикам повышается. Доказано, что вместе с патогенными микробами антибиотики убивают полезную микрофлору человека и отрицательно влияют на иммунную систему, особенно у маленьких детей. Канадские ученые установили, что грудные дети, которым давали антибиотики, впоследствии в два раза чаще заболевали астмой. Вот у ребенка менингит, пожалуйста, не назначайте ему антибиотик, боритесь за иммунную систему. Но боюсь, что в 99% случаев бороться некому за это будет. Когда человек тонет, его волокут за волосы или за руку и вывихивают ему ключицу, никто не думает об этом вреде, потому что главное – спасти жизнь человека. То же самое с антибиотиками. Когда человек погибает от пневмонии, то нет разговора о том, что у него что-то, ему что-то будет потом не в порядке, что у него будет дисбактериоз или у него что-то, может быть, даже с иммунитетом случится. Не до этого. Главное – спасти человека. Биологи и медики в один голос утверждают, антибиотики – это средство экстренной помощи, к которой следует прибегать только в серьезных случаях и только по рецепту врача. Если принимая необоснованно любой лекарственный препарат, пациент наносит вред себе и своему карману, ну, на здоровье, то когда речь идет об антибиотиках, пациент, кроме того, что наносит вред себе своему карману, он еще наносит социальный вред, ускоряя формирование резистентности. Микробная устойчивость заразна в буквальном смысле. Распространяется она быстро и на значительное расстояние. Мир становится все более беззащитным перед микробами и плесневыми грибами. Невидимые человеческому глазу. Они способны серьезно сократить численность населения. К антибиотикам микроорганизмы научились подбирать защиту. Почему? Потому что это искусственно. Это не создавалось и не вырабатывалось веками. Но, как оказалось, даже там, где не справляются антибиотики, природой уже предусмотрено средство защиты от самых опасных инфекций. Это бактериофаги. В переводе с греческого – пожиратели бактерий. Размер этих частиц не более 20 нанометров. Они относятся к царствам вирусов. Бактериофаги сами находят клетки болезнетворных бактерий и уничтожают их. Это нано-технология, созданная задолго до того, как на Земле появился человек. Мы должны научиться жить в сотрудничестве с микроорганизмами, и с вирусами, и с грибами, и с простейшими. Это тот мир, который населяет нас и который помогает нам жить на этой планете. У любого живого существа в природе есть свой биологический ограничитель. И на каждый яд обязательно идёт сопротивоядие. Исследуя один из самых опасных плесневых грибов – аспергилус нигер, доктор биологических наук Светлана Чубатова провела эксперимент. Её целью было проверить, как реагирует аспергилус на различные бактерицидные препараты природного происхождения – АСД, сапонин и эфирное масло монарды. На культуру аспергилус нигер поместили кусочки ткани, пропитанные этими тремя препаратами. Сапонин результата не дал. АСД замедлил рост грибка. А эфирное масло монарды в определённой концентрации полностью подавило рост чёрной плесени. Исследования пока не закончены, но уже сейчас ясно – аспергилус, перед которым бессильно современные препараты, погибает от масла неприметного растения под названием монарда. Всё уже до нас давно создано, и задача науки – изучить те механизмы, те нюансы, которые нам даны. Продолжение следует...